что такое оценивание это оценивание качества когда мы идем магазин и покупаем себе какую-то вещь мы определяем и выдвигаем определенные критерии что она дает ребенку ребенку дает возможность оценивать иметь различные подходы и точно так же это дает и учителю он постоянно работая с детьми применяет методы формативного оценивания и критериального оценивания формативное оценивание это непрерывный процесс то есть учитель постоянно оценивает у нас есть рубрики в рубриках отражается все каждый родитель заинтересован своим обучение и в рубрике отражается как у ребенок усвоил определенную тему определенные моменты если есть вопросы какие-то проблемные то конечно же родитель видит в каком направлении нужно поработать с ребенком мир не стоит на месте и все что происходит это все новое дети которые сейчас приходят школу они уже намного и к это компетентны чем учителя и поэтому задача каждого учителя сейчас впитать все новое дать государству именно тех именно такой потенциал именно таких которые смогут применять свои знания везде старая система оценивания то есть 3 4 5 это было уравнение сейчас есть у ребенка возможность если он даже в первой четверти что-то у него не получилось он может иметь возможность в течение учебного года все это заново пройти повторить показать свои лучшие знания